Всем привет! Меня зовут Павел Ляхов и на своем канале я открываю новый плейлист Дом, в котором я буду освещать аспекты стройки как арт-объекта. Все работы на своей стройке я делаю своими руками, поэтому будет интересно, как я буду делать некоторые адские и тяжелые работы, используя всяческие рычаги и механизмы. В этом видео я обращусь к работе специалистов, потому что у меня нет столько сил, чтобы закручивать винтовые сваи и таскать тяжелые двутавры и адские швеллера. Итак, посмотрим, что получится из всего этого. Смотрите, весь процесс я заснял, можно сказать, досконально. Так что для тех, кому будет интересно, как все это происходит, будет полезно посмотреть это видео. И да, не забывайте подписываться на этот плейлист и будет много-много всего интересного дальше. Смотрите, не пропускайте. Итак, поехали! Я расскажу подробно про то, как мы делали подъем дома на свайный винтовой фундамент. Если вы забьете в интернете запрос подъем дома на свайный фундамент, изготовление свайного фундамента, то найдете кучу предложений. Мы остановились на предложении Воскресенского свайного завода. Начало все с того, что договорились о встрече, посмотрели дом, измерили, сделали соответствующую схему. Наш дом 5,5-6,5 метров и, соответственно, свайные ряды и ряды двутавров, на которых будет установлен дом, были расположены по меньшей стороне. Мы выбрали 18 двутавров, так как посчитали, что нагрузка на 5 двутавров под один такой дом будет соответствовать необходимым нормам. Под пристройку сделали три сваи с одной стороны на расстоянии двух метров. Концы из филеров, которые прилегают к дому, были поставлены на тот свайный ряд, которым опиралась вторая сторона дома. То есть этим самым мы достигли того, чтобы фундамент и пристройка были сделаны на одном фундаменте. После согласования всех вопросов договорились о начале работ. Повезло, что погода как раз к моменту, когда мы начали ставить фундамент, была солнечная. Бригада приехала к 8 утра и с утра, пока довозились материалы, были сделаны необходимые подготовительные работы. А именно была размечена территория, где будут ставиться сваи. Решили ставить сваи и поднимать сначала дом, а потом уже, исходя из того, на сколько был поднят дом, делать остальные сваи под пристройку и связывать пристройку с домом. Из подготовительных работ что происходило? Откапывались приямки для сваи после разметки территории, о чем я уже сказал. И срезана часть облицовочного покрытия на торце дома, в котором это покрытие выходило за тот брус, место для установки домкратов. Потом дом был поднят постепенно, то с одной, то с другой стороны, поднимали примерно, подняли на 5 сантиметров с одной, потом на 5 сантиметров с другой и так далее. Подняли до необходимого уровня. В общем сложности дом подняли выше, чем он стоял, сантиметров на 25, а то и больше. Потому что там планировалось, что еще нужно было установить туда дотавровую балку, он был поднят больше, потом был, соответственно, спущен уже на готовый фундамент. Пока делались подготовительные работы, откапывались при ямке, было подготовлено, поднят дом как раз, в том момент подъехала машина со стройматериалами. Привезен швеллер, который использовался для связки сваи и в то же время он являлся для них оголовком. Значит, для нашего фундамента у нас получалось было под дом использовано 10 108 свай, 2,5 на 108, и 3 сваи для пристройки. Пока часть бригады вкручивала сваи, сваи вкручивались ручным способом. Я не знаю, насколько это лучше или хуже, напишите, пожалуйста, в комментариях, вот, как лучше все-таки вручную вкручивать или с помощью механизмов. Но, как меня уверил бригадир, что при таком близком положении к дому, что вручной способ он наиболее предпочтительен. Ну, надеюсь, что это так. При ямке были откопаны примерно на глубину полуметра. В принципе, у нас глинистая почва, первые 10 сантиметров это земля, дальше идет уже красная глина, и я так понимаю, что на нее достаточно глубоко, потому что я копал в свое время, я копал яму. И при глубине метр восемьдесят я до песка так и не докопался, то есть здесь идет все время такая твердая глина. Причем, чем дальше, тем она становится прям как камень. Поэтому, надеюсь, что сваи, вкрученные в этот грунт, будут стоять достаточно долго. После того, как были вкручены все сваи, они были отрезаны по уровню. На них уложен двутавр, конструкция была обварена, и после этого дом еще немножко приподняли, и установили уже двутавровые балки. Балки были поставлены, размечены и установлены над самой сваей. После того, как балки были установлены, обварены, дом был на них спущен. После установки дома на новый фундамент, были проведены необходимые разметки под пристройку. Пристройка у меня планировается 5 на 4 метров. То есть, соответственно, шаг между сваями составлял около 2 метров по меньшей стороне, и двутавр имеет пролет чуть меньше 5 метров, где-то 4,80 примерно. Но тут получается 3 двутавра, и я думаю, что на пристройку этой мощности достаточно хватит. В крайнем случае, можно будет долить буковые столбы, буронабивные, но надеюсь, что до этого не дойдет. После того, как все разметили, двутавры поставили в правильное положение, обварили и покрасили. Но получилась такая ситуация, что пристройка, значит, с одной стороны легла все-таки на сваю, они были приварены не встык, а я договорился, чтобы все-таки сделать их рядом между собой, для того, чтобы было больше площадь перекрытия. И место, где двутавр лежал на швейлере, было по моей просьбе усилено также перемычкой в виде треугольника. И в дальнейшем я планирую строить деревянную пристройку, которая будет отпираться частично на дом, и поэтому в том месте, где двутавра лежит на швейлере, это место компенсировано вот этими вот распорками, плюс тем, что это будет привязано к дому. А сейчас у меня остается теперь до зимы успеть сделать пристройку и установить на нее печку, потому что все процессы жизнеобеспечения дома сейчас зависят как раз от этой пристройки, потому что на ней будет стоять котел, который обогревает дом, кухня, туалет и все остальное. На этом я заканчиваю это видео. В следующем видео я покажу быструю съемку о том, как я сделал эту пристройку. Итак, не пропускайте, подписывайтесь, всем хорошего времени!